Славы нам чужой не надо, АКС наша отрада. Корабли и самолеты, вам привет от морпехоты. Ну, а мы продолжим непосредственно о службе Виктора в Москве Пехоте. Виктор, насколько я знаю, тебе твой черный берет не достался просто так. Тебе приходилось на него сдавать. Да, это действительно так. Может быть, кто-то из подписчиков со мной поспорит, но в каждом подразделении есть свои традиции. Есть свои, скажем так, обычаи, которые складываются не однодневно. Как говорят, они написаны все кровью. Также на черный берет, именно в нашем подразделении, приходилось сдавать. Сдача на черный берет, она не является каким-то нормативом общевойсковым или именно войск береговых, в которые входит морская пехота. У нас это заключалось марш-бросок на 20 километров с вещмешком за плечами, набитым морским песком и побережью 20 километров. Потом по приходу на полигон мы стреляли. И потом ВТР, основное наше средство передвижения, мы его отделением должны были протащить. Но он, соответственно, ставился на нейтралку, и это вполне пассивно было, чтобы перетащить его. А потом уже в торжественной обстановке, перед построением роты, нам вручали черный берет. Тем дороже он для тебя, тем с большей гордостью ты имеешься. Конечно, это же не просто так пошел. Форма одежды. Пошел, купил, одел или тебе его дали. Ты его заслужил, хоть это многие скажут, да что там пробежать 20 километров, протащить БТР. Ну, для каждого по-разному. Кто-то не может два раза подтянуться. Так что каждый может судить по-своему. Да, но воинские традиции, уважаемые товарищи подписчики, это на самом деле не просто так для развлечения в мирное время. Это формирует характер отдельного подразделения, характер его личного состава. Поэтому, как бы, каждое подразделение, которое имеет свои традиции, оно выигрывает в первую очередь тем, что выделяется на общем фоне. То есть военнослужащие, как срочные службы, так и контрактники, они стремятся попасть именно в это подразделение, которое овеяно какой-то славой, пусть даже и современной. Ну, Виктор, я знаю, что твоя служба не была скучной, монотонной, что ты участвовал в том числе и в заграничных походах. Да, был дальний поход. Мы были на корабле вспомогательного флота, балтийского флота, танкер Лена. Вот. Мы прошли немалый путь от Балтийска до города Новороссийска. Вот. Мы выполняли функцию группы антитеррора. Вот. Охраняли судно от нападок пиратов, да. Пиратов. Да. Вот. Там было, скажем так, немного, может быть, и полегче, но... Вот, например, когда мы были во Франции, около Франции, около берегов, мы стояли неделю. Так как по инструкции несения службы выставлялись посты около берегов заграничных государств. Вот там мы стояли неделю, погода была нелетная, скажем так, дождь, снег. Стояли четыре через четыре, было тяжело, но отстояли. Потом мы проходили Бискайский залив, кто хоть как-то связан с морем, они знают то, что этот залив славится тем, что там все время шторма. И мы попали в 8-бальный шторм. Ух ты. Вот. Все корабли, которые шли с нами, это две БДК, Шабалин и еще одно название не помню, они пошли ближе к берегу, так как там волна ниже. Наш танкер, за что потом командир танкера получил нагоняя, пошли через шторм. Скажу вам, ощущение малоприятное, морское болезнь сказалось на всех. Ну, как бы это служба, сказали надо, значит надо. Как говорится в уставе, воин должен переносить все тягости и лишение войской службы. Вот так. Зато есть что вспомнить. Да, были заходы на Кипр, на Мальту, в Афину нас не пустили, вот, потому что был полный танкер. Ну, а так, как бы, посмотрели мир, себя показали, было хорошо, красиво, посмотрели. Вот. Ну, как теперь Кипр, Варнака, да? Да, город Варнака. Хорошие, дружественные люди, дружественно относятся, там очень много русских, русских любят. На Мальте, как бы, на нас смотрели с непониманием чуть-чуть, там было плюс 20, все ходили в штанах, в куртках, ну, а мы ходили в шортах и в футболках. Вот, как бы, немного такой юмор был. Ну, а потом, как бы, опять служба, боевые посты. А потом уже в апрельный месяц, ближе к демобилизации, нас поменяли, мы пришли в город Новороссийский. Все, понятно. Виктор, как подготовить себя ребятам, которые хотят служить именно морской пехоте? Как бы, это неоднозначный вопрос, но в приоритете это спортсмены. Кто занимается спортом, подготавливает себя, это боевые виды искусств. Вот, также должна быть категория годности А, А1 в приоритете. Ну, и дикое желание служить морской пехоте, твердить везде, я хочу, возьмите меня, я смогу, я достоин. Ну, и удача повернется к тому, кто хочет. Вот так, стремитесь, идите к своей цели, и у вас все получится. И еще я от себя бы хотел добавить, но это, пожалуй, совет. Он неоднократно звучал уже в наших передачах, и это касается, в принципе, любого спецподразделения, любого такого элитного войска, как морская пехота, как ВДВ, как спецназ, ГРУ. Первое-наперво вы можете даже не быть каким-то атлетическим телосложением. Можете не ходить в тренажерный зал, в качалку. И самое главное при отборе, и то, что вам поможет, если вы все-таки попадете в учебку спецназа, это бег. И вот даже Виктор вам сказал, что при сдаче на берет в первую очередь был такой тест на забег на длительные дистанции, на дальние дистанции. Поэтому, и более того, если у кого-то нет финансовых возможностей, ходить в качалку, в тренажерный зал или в бассейн. Вот самое, что не на есть бесплатное и доступное населению занятие спортом – это бег. Выходите на улицу в соответствующую удобную обувь и бегайте, бегайте сколько можете. Не насилуйте себя, не переутруждайтесь. Постепенно, день за днем, неделя за неделей, вы будете достигать каких-то результатов. И тем, кто действительно готовит себя к службе, будучи учащенщим в школы, вы таким образом очень хорошо себя подготовите. Потому что бег – это в первую очередь выносливость. А выносливость – это кирпичик для службы в спецподразделениях морской пехоти. Как я хочу от себя добавить, как говорили греки, хочешь быть умным – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть мужественным – бегай. Так что бегайте. Полоса препятствий у нас, допустим, в морской пехоте – это непростая. Она идет как в спецподразделениях. Она там довольно-таки сложнее. Ну и бег вам поможет. Например, в нашей бригаде мы всегда ходили пешком на полигон, а до полигона добрых 25 километров. Так что это все пригодится. Еще хочу от себя добавить, вот то, что Эмиль немного упустил. Ну, это всегда надо думать головой. Потому что у нас был один такой случай в моей службе. Я просто не буду называть фамилии. У нас была, скажем так, исценировка захвата здания боя в городе. И вот когда при захвате здания, всю специфику я как бы рассказывать не буду. Когда уже бойцы штурмовой группы заходили в здание, зачищали первый этаж, просто командир нашего подразделения решил проверить на смекалку одного бойца. И сказал, Вася, кидай гранату в окно. Он и кинул туда учебную гранату. Вывод. Штурмовая группа, которая зачищала первый этаж, она мертва. Уничтожена. Так что не надо слушать, кого попало. Лучше думать прежде головой, чем делать. И для такого набора первичного опыта и создан наш канал, чтобы вы могли слушать профессионалов, тех, кто уже на себе испытал все тяготы и прекрасы армейской жизни, набираться опыта. И вы лично уже будете хоть в чем-то готовы, будете понимать, отдавать себе отчет, куда вы идете. Продолжение следует...